В Ницце пригнал, сейчас гоню на центральный вокзал, скину твич и потом снимаю трюки. Хотел прийти бесплатно, не получилось. Купил билет, но не пробил. Так что в следующий раз здесь буду, сэкономлю 6 евро. Короче, в интернете писали, что 2 рублевая монета заменяет 1 евро. Сейчас попробуем. Короче, на этом автомате не работает. Завтрак, вот, попросил еще один сэндвич у аэрофлота. И с собой еще взял еды. Сейчас освободился, я еду катать на набережную, чилить, искать магазин и воду. Тут не понимаю, почему здесь русские товары. Ну, русский какой-то магазик, поход, просто. Всякие товары. Че у нас, Лидл недалеко находится от ЖД вокзала метров, наверное, 300. Только у меня притарено манго, вот самый дорогой, за 2 евро. Виноград и это, и все вышло, типа, 3.20. Нормально-то. Вот, спотик нашел, с полосочки в бэнк. При желании можно приколы снимать. Вот так в Европе, возле помоев, оставляют всякие штуки. Вот, ехал, еще нашел крутую перилу. Ну, надо челкать хорошо. А так? Ну, ниже пояса. Ниже пояса, вот, от колена, сантиметров 15. И вот, с дробчиком. Ну, видно, что раскат накатает пацаны. Ехал, нашел еще один спот. Катабельный, пацаны его поддраконили уже не слабо. Но, походу, там еще можно вот с этой штуки дропануть. Банчик. Вот еще один спот. То есть, три спота расположены просто, наверное, ну, в 100 метрах. Я вот 100 метров проехал, вот здесь вот три спота хороших увидел. Реально, которые катабельные. Двигаемся дальше. Вот еще грани тоже хорошие. Набережные дорожки можно снимать. Никто не мешает. Снимал обзор спотов и увидел скейтера. Подошел, он оказался русскоязычным. У него отец хохол, а мать француженка. Короче, интернациональный пикап. Вон там катается, который, ребят. И вот с ним заобщался. Ну, просто так чуть-чуть узнал установку. Если что, потом может, чем-нибудь поможет. Контакты у него взял. Вот центральный парк Чилл. Я в прошлый раз тоже его освещал. Но не видел некоторых спотов. Я думаю, если еще получишь погулять, там можно много чего-то поснимать. Но здесь много народу чилит. Наверное, надо утром лучше снимать или ночью. Так, вот у нас опять съемка свадеб. Торжественные низкие цены. Ницца. Пацана не взяли что-то. Тоже фонтан какой-то. Еще не посмотрел, кому. Здесь перилочки есть. Побольше и чуть поменьше перилочка. Только тоже стоперы, наверное, тут либо дизастром щелкать, либо что-то подкладывать. Сквер. Августина и Яниута. Короче, пацаны письками светят все. А он типа тоже потихо подсвечивает. Еще у него, короче, четыре коня наверху прикалывают. Короче, времени мало, поэтому быстрее снимаю, потому что надо еще поснимать трюков. Вот через дорогу тоже здесь. Спотов в центр. Реально, мы очень много спотов. Короче, Россия тоже, походу, в теме. Вилла Деница. Огородили. А в прошлый раз я был, здесь все было нормально. Что, ну, набережная, как обычно. Все чилят, подплавают потихоньку. Но уже холодновато. Плюс 20, а ночью где-то плюс 16. Вот паром гонит. Интересно, куда. Ну, тут много направлений. Классическая рубрика для аватарок. Я люблю Ниц. Напротив спота колоночка с водой. Вот здесь порт паромный, где подходят сюда и корабли. И вот вода чистая. Ну, здесь прикольно, прям чилить можно. Очень круто. Реально, Ниц, второй раз, всегда все нравится. Церковь Святой Марии. А большую часть всегда на церквях бомжи тасуются. И это не исключение. Стрелочки. Вот всегда район, где начинается возвышенность, день, перепады. Сразу есть какие-то споты какие-то. Вот еще один чисто европейский спот. Ну, одному страшно снимать машину, попадет что-нибудь такое. Вдвоем еще ладно, без минжи. Только чуть-чуть поднялся, уже видок крутой. Всегда где перепады высот. Высот прикольный город. Красиво смотрится. Шел в зоопарк. И вот здесь сквер чильный прикольный. Вот чильный спотик. Такой микробенчик. Можно прикалываться повялый. Чильный спот. В одного мне точно тут не снять красиво. Только фишай. Короче, за место сетки для настольного тенниса волли для хендборда. Наслад. Вот это место, куда я изначально шел. Здесь написано, что это зоопарк. Но, походу, он уже давно заброшен. Тут просто сделали уже сквер за место зоопарка. Всему городу еще куча вот таких полджемов. Ну, где-то по-любому есть, где с бордюркой мягкой. Можно прикалываться нормально. Короче. Это, походу, дом приколов. Вот еще один спот, как в Америке. Типа через два кубика прыгать. Ну, тут надо посерьезнее щелкать. Такой сложноватый. Щелчок еще съедается при таком покрытии. Вот тоже сквер интересненький. Валрайдики всякие есть. Можно приколы придумать. О, там даже лавочки есть. Вот, с лавочками уже поинтересней. Ну, короче, походу, это. На пацана коробку надели и не снимают. Ну, пацанчик капусту трежет, типа. А кенты ему помогают. Еще памятник бабине какой-то. Ну, что, интересный дом. Пацан пикапит даму. Ну, что, короче, еще одна лярка. Ее так называете церковь, где вот под резьбу такие приколы. В центре города. Ну, что, обратно тоже заплатил. Но у нас экономили на билет, как раз, ты ему и расплатился. 6 километров, 6 евро, как спустя. Только сейчас заметил, что возле выхода из аэропорта есть кикер такой лайтовенький, прикольный. Суды передавали дождь к вечеру, так что это пока затягивается. Станция метро «Принцип». У меня просто стыковка между автобусами. Я еду в Неаполь и сейчас нахожусь в Женеве. Ну, или Генуя. Чаша Генуя, она, походу, отсюда произошла. Что по обстановке, короче, пригнал в Неаполь. И тут на автовокзале по выходным тоже, типа, облошиный рынок. Люди свои вещи продают. И в автобусе кто-то оставил зарядочку для джейфона. Короче, еще безгладно на автобусе гоним. Одна стация от Неаполя, типа, 5 километров. Итого классическое обшатывание. 1 евро, 1,5. И я нашел по дороге еще 2 евро. Оценка. Нравится? Бомба. Просто бомба. Так, короче, сотрудник полиции выгоняет пацанчиков. Они продают очень габбаны беспалевые и кеды, ирмаксы. Тяжелая жизнь продолжается. Что произошло, говорю, у меня украли рюкзак. Я нашел свой рюкзак, но там нет ни камеры, ни документов. Это очень печально, то, что мне надо вылетать. Сейчас мои планы вообще поменялись. Там все карточки, документы, камеры украли за 100 тысяч. Что по обстановке, украли паспорт. И что там у меня? Камера. Камера была, флешки были на 64 гига несколько штук. Микрофон, зарядка. Короче, минус 120 тысяч как с куста. Мне хоть повезло, что я бегал и нашел свой рюкзак. И там были какие-то мелкие вещи тоже, которые мне нужны. Типа ключи. Ну, еще всякая мелочь, которая реально нужна. Мы тоже там восстановили какие-то типа проездные и так далее. Так что вот так вот. Здесь, конечно, нас предупреждали, что опасно. Много раз сюда ездил, но вот такой я впервые отвлекся. Уже потому что не спал в автобусе. И все, ловкие ребята у нас, тащили у меня, вернее, рюкзак. В итоге, пошел в консульство. Оно работает до утра, то есть с 10 до 12 утром. Еле успел. И оказалось, что мне нужно в другое консульство. А я не успеваю уже и мне придется ждать завтрашнего дня. Но вроде сказали, что не депортируют бесплатно, придется платить. Они говорят, ну, а у тебя же есть знакомый там. Отплатить. Потому что все печально. Ждем завтрашнего дня. Мазарский парк. Крутые фигуры. Прямо радиус правильно сделан для обучения. Леджи. Кирилочки вон там тоже хорошие все. Грамотно сделано. Очень приятно учить здесь трюки. Находится, ну, от центра. Где-то полчаса на метро, наверное, ехать. И не так далеко. Возле скейт-парк есть много спотов. Библиотека вот эта вот. И там еще школа тоже, там есть спотики. Крутое место, можно раскататься и тут же поснимать трюков. Ты лучше расскажи, парнишка, где мы вообще? В старом городке. А как это называется, ты не знаешь? Кори. Бесплатно я доехал на... Я тоже почти бесплатно. Трамвай и на Автике досюда. А это примерно сколько от Рима километров? 50. Перец на горе. Итога. По дороге потихо это. Уже второй сорт винограда попробовали. Очень хороший, вкусный. Пацанчик кричит, что сортовой. Коры в Италии. В итоге выезжаем из Гента, простояли час. Потом я сделал табличку вдвоем, сделали, погнали на остановку. Сейчас едем в направлении Рима, как непонятно, до куда доедем. Установки, короче, вчера отгоняли, где растят каннабис только для медицинских целей. То есть официально там можно растить, но мы опоздали, там уже состригли урожай. Но осталось еще там чуть-чуть. Да, парень занимается, он сделал там раз-то кофту и договорился там с владельцем, чтобы зафотоваться. Вчера ездил 50 километров от Рима. Но в итоге я бесплатно туда-обратно сгонял. Но тогда было сложнее просочиться обратно попроще на двух автобусах. А сейчас нахожусь на гетто-качалочке. Здесь тоже вообще нормальный угар. Недалеко от дома удел. Парень, у которого я остановился, где-то метров 700, наверное. Догая, она чистая. С завода там принесли, что-то сделали. Ну, нормально, может поддерживать физическую форму. По-любому, потому что в Европе дорогие залы, наверное, евро 100 в месяц стоят. Итак, сегодня я был в консульстве. Там, чтобы тебе выдали временный документ, нужно два свидетеля из России. То есть, неважно, где ты оказался, тебе нужно два свидетеля из России, которые должны прийти в консульство и подтвердить твою личность. Документы мы нашли. Ну, я пока стоял в очереди, только одного нашел, девушку, и вот не успел. То есть, я там с 9 до 12 протисовался. Очень сложная система. Он говорит, да, просто пойдите к Колизею, найдите там кого-нибудь знакомого. Типа, он с вами, перетащите его сюда. Конечно, это так просто сделать. Так что, вот такая вот система, придется еще тратить следующий день. Второй день в консульстве. И вот сегодня мне дали, наконец, свидетельство. И по нему вот можно купить билет и уехать. Потому что расстройство продолжается. Возле церкви, недалеко от консульства. Могут выкидывать свечки. Бесплатно проехал до аэропорта на электричке. А до этого, когда прошлый раз здесь был, на автобусе платил 6 евро. Но это еще на метро надо прогнать. Электричка 8 стоит. На выходе даже никаких контролеров. Но надо следить. Так можно. Вот экономия платит. По итогу на таможне мне протяжали час, оформляли документы. Сейчас вышел, еду на другой аэропорт, чтобы доехать до Питера. Долго добирался с одного конца на другой. Все потому, что по этой бумажке, которую мне дали въезд в Россию, я бесплатно также прошел в метро. Ну, а на автобусах на двух прыгнул. И еще встретился. Теперь мне вот поддерживает скейтбэк. Дали бэк вообще мощный. Здесь тоже всяких куча приколов, типа доноута, еще сумочки отделы. Так что в путешествиях будем тестить жестко. Короче, все. Пригнал в Питер. Сейчас его догоню до гаража. И завтра надо восстанавливать документы и там сим-карты и так далее. На этом включение только начинается.